Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Итак, первый канал, советы программы Малахов Плюс продолжается. Главное, вы не паникуйте, то, что вы знаете и применяете. А я вам читаю, то, что на программе творится. Это не значит, что я согласен со всем этим. Тем не менее, особенности телевидения таковы, что им подавай новое, новое и новое. Не важно, это рабочие, нерабочие. Главное, чтобы это новизна была. Итак, продолжаем. Советы гостя. Весьма заметные граммы. После травмы, перелома обеих ног, Лейсян Утяшева, обладательца Кубка мира по художественной гимнастике, была прооперирована четыре раза, а затем восемь месяцев провела на костылях. За это время она набрала вещь, что для гимнастки очень существенно. Итак, вот она, наша красавица-гимнастка. Мне, конечно, интересно, почему она ноги поломала. Для нас один лишний килограмм, это как для нормального человека 3-4. Он смотрит на себя в зеркало и видит, вот здесь висит. Мы следим за килограммами и за граммами. Поскольку выступаем в купальниках, ноги открыты, и каждый килограммчик, граммчик становится заметен. Чтобы сбросить лишнее, я перешла на овощи, ела капусту, пила соки. Это именно то, что и способствует тому, чтобы сбросить лишние килограммы. Овощи заполняют желудок. Капуста лучше всего сказывается на сбросе веса. Это один из наилучших продуктов для того, чтобы сбросить килограммы. Хочется есть капусту сырую, хочется есть капусту вареную, хочется есть капусту-капусту. И пить соки, свежевыжатые соки снабжают нас ватаминами естественными, минеральными солями. И главное, водичкой структурированной, то, что надо. Далее, я увеличил нагрузку. Так и должно быть. То есть, расход энергии должен быть больше, чем приход ее в организм. Приход энергии в организм – это питание, а расход – это движение. Добавьте движение. Хотя бы просто ходите. И вес начнет таять. Но вот секрет заключается в том, чтобы после всего вот этого, как вы добились нужных килограммов, их сохранить и закрепить. Вот в чем собака зарыта. А это делает только образ жизни. Значит, вы тогда оставляете какие-то овощи, что-то добавляете, меняете нагрузку так, чтобы вам было комфортно. Комфортно – это чтобы вам было здорово, я имею в виду комфортно, а не то, что вы там лежите. Везде должно быть комфортно вам. Комфортно двигаться. Комфортно физическая нагрузка, чтобы вы от нее не уставали, она вам не надоедала. Комфортно питание, чтобы вы с удовольствием ели эту пищу, а не просто там набивали желудки или там. Вот это я считаю комфортным. Комфортное общение. Поскольку не могла бегать кроссы, плавала в бассейне. Ну и пожалуйста. Не обязательно бегать кроссы. Самое лучшее оказалось для сброса веса – это ходьба. Как только у вас будет километров пять в день, это радикально вас изменит. Ну а если еще десять, опять-таки комфортно выбрать ли вам время, чтобы вы десять километров проходили ежедневно. Или же остановиться, как я, где-то километрах на двух-трех, ну ежедневно. За два месяца я потеряла шесть килограммов. Ну вот. Видите? Она так будет сходить. Височек незаметно. Эти упражнения будут обтачивать в вашу фигурку. Советы ведучего, то есть меня. Ага, ну давайте. Что тут Петрович придумал? Целебная сыворотка. Геннадий Петрович Малахов рекомендует. Подогрейте молоко, добавьте в него кефир. Через время молоко свернется. Откиньте его на материю. Сверните и выжмите. Вы получите сыворотку. Сыворотка хорошая вообще-то вещь. Очень хорошая. Она насыщена биологически активными веществами. Самое важное, что сыворотка обладает кислым вкусом, который ускоряет обменные процессы в организме. Следующее, чего человек теряет вес. Пейте ее по два стакана ежедневно. Ну что? Петрович, зачет. Зачет на четверочку, на четверочку. Ну, гадайте. Твердая четверочка. Молодец. Так, а теперь советы специалиста. А вот что нам посоветует специалист? Итак, в 75% случаев ожирение – это следствие неправильного питания и неправильной энергетической нагрузки. Да, питания много, энергетической нагрузки мало. О чем я до этого вам говорил. То есть, когда нарушается баланс между поступлением энергии и ее расходом, что и происходит у нас? Сидим, а едим уж мы. При верном соотношении этих показателей весь человек останется неизменным в достаточно продолжительное время. Вот это как раз и заключается искусство. Вы выбираете комфортную для себя нагрузку, приятное питание, чтобы вы с удовольствием его ели, а не давились там салатами, которые невкусны вам. Важно сделать салатик вкусный. А для этого я отсылаю вас к своей программе «Целебная кулинария». И тогда будет совсем другой результат. Так, а какой именно вес можно считать нормальным, рассказывает ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания, института питания Романе Алла Погожева. И после она говорит. Сейчас принято рассчитывать так называемый индекс массы тела. Приблизительно он равен рост минус 100 по французским нормам. И еще минус 13 по немецким минус 10. Ну, я вам так скажу. Вот у меня сейчас где-то 105 килограмм веса. Рост мой где-то 1,85 метра примерно. Главное, чтобы вы себя чувствовали, опять-таки, вот такое вот слово «комфортно» в данном весе. Пусть он больше, пусть он там меньше будет, но вы чувствуете себя комфортно. Значит, это ваш вес. Тем более вес меняется в зависимости от вашего возраста. И постоянно думать, что вы там мальчик 20-летний, и у вас такой должен быть вес, это неправильно. Человек матереет со временем. Идет некоторая надбавка в весе. Хотя есть люди, которые сохраняют ее. Но чтобы вы как-то понимали общую закономерность. И важно, чтобы вес, который у вас имеется, вы чувствовали комфортно. При этом понимая, что вы, да, работаете над ним, потребляете там пищу соответствующую, делаете физическую нагрузку и будьте довольны. Если вы недовольны, значит, добавьте физической нагрузки, убавьте питание там. Но помните, вот эти параметры тогда вы должны постоянно поддерживать. А вы выдержите ли вы вот это все в течение нескольких лет? Вот в чем вопрос. Вот о чем я вам и говорю. Что это значит комфортное? А не то, что тут умники написали, минус, минус, минус. Как вы относитесь к смешиванию продуктов, к раздельному питанию? Считается, что пища лучше усваивается, когда она в смешанном виде. А я бы вот не сказал в смешанном виде. А вот тут-то специалист говорит, и неправильно в смешанном виде. Тот же Павлов на примерах с этими собаками в свое время. Он вот тут-то доказал, что на каждый пищевой продукт создается своя собственная среда для его переваривания. И выделяются специфические соки именно для его переваривания. Грубо говоря, на картошку свои, среда и пищеварительные эти самые ферменты. На мясо, среда и свои. И смешивание вот этого всего вместе не дает желудку или организму разобраться, какую среду надо сделать для того, чтобы вот этих два разнохарактерных продукта переварить. Неправо специалист. Ох, неправо. Итак, тогда работают все группы ферментов и все лучше усваиваются. Все лучше. Ну вот знаете, это вот феномен передергивания того, что было исследовано. И вы все мне говорите, а вот исследование, вот исследование. Да исследуют люди. Кто такие вот эти исследователи? Это, извините за выражение, скажу, это нищета. Они выполняют заказы, что вот исследуйте мне то-то, то-то, то-то. И скажите, что вот это продукт, ох, или лекарство, супер-дупер. Мы вам за это деньги платим. А что на самом деле остается, как говорится, за кадром. Лучше усваиваются все группы ферментов. Опять-таки, я еще разок скажу. Павлов, Иван Павлов на собаках сделал операцию. Получился еще желудочек. То есть он так выделил полость желудка. Он, говорит, оперировал. Что получается большой желудок и маленький желудок. Вот в маленький желудок он ставил такую там конюню или там, по которой вытекал вот этот желудочный сок. А в этот самый, ну, естественно, там собака ела. А в большой желудок просто поступала еда. Как только поступала еда, начинал чистым выделяться вот этот сок. То есть им надо было добиться того, чтобы они работали с чистым желудочным соком, изучая его среду, изучая его ферменты. Чего они и добились. Я не знаю, сейчас проводятся такие опыты или не проводятся. Вот. И на основании этих многочисленных опытов они убедились в этом. А тут, как раз говорится, тогда работают все группы ферментов и лучше усваиваются. Все группы ферментов. Дальние ферменты активны, допустим, в среде очень кислой, а другие в мини-кислой. Вот тебе и специалист. Вот тебе и телевизор, с которого мы вещали. Так. Лучше усваиваться. Да, 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 да. Какое-то время можно посидеть на раздельном питании, дав себе толчок, сбросить чуть больше килограмм. Оказывается, вообще-то, оказывается, раздельное питание, оно ничуть вас не ущемляет в ощущении комфорта. Но, тем не менее, все прекрасно переваривается, усваивается. И как раз раздельное питание позволит вам сохранить желудок и пищеварение здоровым. Нежели все туда загрузили, думаете, сейчас оно тут само заварит. Не, ничего подобного. И в природе у нас так как раз и есть. Если взять животных, они сначала потребляют одно, где там пасутся или где там что-то там съели. Потом они употребляют другое. У них нету, чтобы они и это съели, и это съели, и это. Как у нас на столе все лежит. Поэтому вот как раз, видите, пример того, что дезинформация под видом научных рекомендаций. Несколько рекомендаций от Геннадия Петровича Малахова. Ну, посмотрим, что за рекомендации Петрович дал. Так, не нужно комплексовать из-за собственного веса. Прекрасная рекомендация. Вы его, грубо говоря, наели, получили. Поэтому, что там комплексовать? Вместо комплексования надо просто-напросто над ним работать. Не нравится вам? Взял в руки гантели и пошел. Следите за массой тела, чтобы можно было ее корректировать. Вот именно, следите за массой тела, чтобы можно ее вовремя корректировать. Не тогда, когда у вас уже 20 килограмм лишнего веса. А вы чувствуете, что ваши штаны уже не сходятся, начинают. И тогда уже действуете. То есть, все должно быть вовремя. Вовремя спохватиться. Помните, резко сброс веса не приносит никаких хороших результатов. Резко и сброс веса сбросили и резко наберете. Я слово на букву хайни говорю. Да, так и есть. Вот эти все резкие манипуляции, которые происходят, они расшатывают наш организм, обмен веществ. И человек никогда потом ничего не имеет. Сбросил 10, набрал 15. Сбросил 20, набрал 30. И потом это уже надоедает. И более того, знаете, несколько раз повторим вот такие манипуляции. Организм уже как-то плохо реагирует на все вот эти вот уже сбросы веса. Поэтому тут надо осаду. Осадили, закрепили и пошли дальше. Ну вот как я. 105 килограмм. Вы видели? Как-то я на передаче встретил Фетисова. Ну и поинтересовался. Это наш же хоккеист знаменитый. Как, что там, какой там, говорю, височек. А он мне говорит, 110 килограмм. Я говорю, да, вот это да. Она говорит, нет, что ты не видишь, машина. Машина, понимаешь? Потому что это тот вес, который нужен в хоккее, чтобы сместить всех. Игроком добраться до ворот и забить шайбу. Видите, это рабочий вес. Поэтому он так и выражился. Ну, видишь, не видишь, машина. Так, ну эта машина нужна, знаете, для того, чтобы заниматься спортом и показывать результаты. В обыденной жизни нужна другая машина. Совсем с другими параметрами. Чтоб вы понимали. Настройте себя позитивно. Вы молоды, а ваша фигура красивая. Ну, я настраиваю себя, да. 70 лет, можно так сказать, только жизнь начинается. Ума набрался, кое-каких этих самых материальных средств поднакопил. Интересно жить, а не то, что ты там думаешь, что-то там заработать или еще. А фигуру, фигуру всегда можно сделать. Было бы желание. Желание информации уже достаточно. Я вам уже тут рассказываю, какая должна быть информация. Да и вы уже прекрасно знаете и с удивлением читаете, вернее, слушаете, что я вам тут говорю. Говорят, да ты же говорил одно, а сейчас говоришь другое. Это телевидение, чтоб вы понимали. Телевидение. Это говорят специалисты. Это говорят эти самые участники. У меня как было свое мнение, так и осталось. Чтоб вы это понимали. А не ухали. Ох, как ты сказал. Да что ж такое. Имейте свое мнение. Вот это вот важно. Значит, настроите себя позитивно. Вы молодая, ваша фигура красива. Вы успешный, зрелый человек, имеющий прекрасное здоровье и великолепную фигуру. Вот эту формулировочку используйте. Поддержание нормального веса – это работа на всю жизнь. Ну, о чем я вам говорил. Тогда уже Петрович соображал. Следите за собой постоянно. Да, должен быть самоконтроль и самодисциплина. И тогда вы будете нравиться себе всегда и везде. Ах, вот как я. Всегда и везде. Несмотря на то, что камера увеличивает живот, а когда я сяду так, я стройный, красивый, пропорциональный. И это хорошо. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.